Я хочу коротко представить Вячеслава Яхачева, которого я уже почти знаю 20 лет. И мы еще с ним познакомились, когда он жил в России. И я работал в России, в Экзербурге. Мы тогда познакомились. Может, вы знаете, что я занимался русскими правыми экстремистами. И занимаюсь. И Слава тоже занимается этой темой. И потом так оказалось, что мы оба переехали по разным причинам, я бы сказал, в Украину. И тут оба тоже начали исследовать правый радикализм в Украине. Можно было бы, наверное, и много сказать про российский правый радикализм, который тоже как бы специальность слабая. Но сегодня тема будет правый радикализм в Украине. Ну и можно было бы еще... У вас есть короткая биография Славы на хэндауна. Можно было бы еще сказать, что Слава тут за последние годы, когда он жил в Украине, специализировался тоже на мониторинге. Вот, я не знаю, как это назвать. Хейт-краймс. Да, хейт-краймс. То есть преступления на базе... Ненависти. Ненависти. Этнической, религиозной ненависти против меньшинств. И ведет статистику касательно таких преступлений. И эта статистика часто тоже цитируется в западных медиа. Насколько мне известно, единственное серьезное, так сказать, постоянное исследование вот этой части украинской действительности. Ну, может быть, я на этом остановлюсь и передаю слово Славе. Пожалуйста. Добрый день. Рад вас видеть и спасибо организаторам за приглашение. Я постараюсь не занимать все время лекцию во фронтальном режиме, а оставить какую-то часть, где-то последние полчаса на вопросы и обсуждения. Во-первых, потому что тема жива и вызывает отклик. Во-вторых, потому что невозможно охватить все стороны и наверняка что-то, что представляет для вас интерес, мною будет упущено. И построю фронтальную вводную часть следующим образом. Для начала мы определимся, о чем мы вообще говорим, когда мы говорим о правом радикализме в Украине. О том, почему эта тема вызывает какой-то живой интерес, на самом деле, это с одной стороны очевидно, с другой стороны есть несколько факторов, влияющих на этот интерес, которые необходимо учитывать, когда начинаешь в этом предмете разбираться. Мы посмотрим коротко историю украинского правого радикализма, посмотрим на его современное состояние. Под современным я буду иметь в виду последние 4,5-5 лет, то есть в новой политической реальности, обусловленной революцией и войной. Попробуем понять более-менее перспективы ультраправого движения в Украине и поговорим еще о нескольких имеющих, на мой взгляд, значения аспектах, чтобы лучше понимать место ультраправого радикализма в текущих общественно-политических процессах. Если не возражаетесь, то так и пойдем. Термин «правый радикализм», хотя он, в общем-то, достаточно… Когда употребляется термин «правый радикализм», в принципе, интуитивно понятно, о чем идет речь. При этом, на самом деле, при его теоретическом осмыслении и попытке очертить, собственно говоря, круг движений политических партий, групп, идеологий, которые подпадают под это множество, есть некоторые разногласия. И я, на самом деле, не очень силен в теоретической политологии, с одной стороны. С другой стороны, не хочу углубляться в эти терминологические споры. Я просто, чтобы этого избежать и использовать, на мой взгляд, чуть более конкретный термин, предпочитаю оперировать понятием «правый экстремизм», или, ну да, «правый экстремизм», подразумевая при этом под экстремизмом такой тип политической деятельности, который включает в себя использование насилия для достижения политических целей. То есть радикализм, как в целом представление о радикальном переустройстве общества, он может быть разнообразен. Там, не знаю, радикалами могут быть и монархисты, которые предлагают полностью поменять государственный строй в Украине. Есть у нас и такие. Будут ли они при этом экстремистами? Нет, потому что это какие-то теоретические модели, которые предлагаются обществу, выбрасываются на рынок идей и там обсуждаются. А те ультраправые, которые в целом отстаивают украинскую этническую идентичность, усиление роли украинского языка, но действуют при этом легитимными способами, занимаются пропагандой или пытаются лоббировать свою повестку дня институциональными, конвенциональными демократическими методами, экстремистами не будут. Экстремистами будут те, кто применяет для достижения политических целей насилие. Понятно, что с учетом украинского контекста общество, которое переживает войну, где вообще в принципе представление о насилии немножко другое, чем в устоявшихся западных демократиях, это будет выглядеть немножко по-другому, но тем не менее можно констатировать, что вот те основные ультранационалистические силы, которые у нас ассоциируются с правым радикализмом, они все так или иначе на более-менее системном уровне, более или менее последовательно, более или менее радикально используют для достижения своих целей в текущем украинском контексте насилия. Это касается и трех основных политических партий, с которыми сегодня ассоциируется правый радикализм в Украине, всеукраинское объединение «Свобода», правый сектор и национальный корпус, и мы о них немножко подробнее поговорим дальше. И совокупность более мелких групп. С начала этого года, или где-то с самого конца прошлого года, где-то в последний год, количество насильственных инцидентов, продуцируемых этой ультраправой средой, резко возросло. Они не всегда вот прямо с применением физического насилия, но так или иначе срывают, мешают проведению десятков акций. Мы в начале лета пытались подсчитать, сколько за первые полугодия. За первые полугодия этого года ультраправые нападали и срывали акции, и получалось под 50, больше 40, 46, кажется, мы насчитали. Это могут быть самые разные акции. Мишени ультраправых являются движение за права ЛГБТ-сообщества и разные околоправозащитные группы, которые занимаются проблематикой ЛГБТ. Мишени ультраправых являются феминистические группы и группы, которые отстаивают повестку дня гендерного равенства. Например, 8 марта три разных акции в трех разных городах были сорваны ультраправыми с применением насилия. И на самом деле мишени ЛГБТ могут являться кто угодно. Какие-то совершенно неожиданные, казалось бы, не те акции, которые, казалось бы, должны вызывать раздражение у этой среды. Тем не менее, на этой волне насильственного навязывания своей повестки дня в Украине подвергались нападениям от лекции про историю Холокоста в львовском книжном магазине до лекции об употреблении феминитивов в украинском языке в Харькове. Часто интуитивно имеется в виду, что жертвами ультраправых являются представители этнических меньшинств. На самом деле сейчас у нас уровень мотивированного этнической расовой ненавистью насилия меньше, чем был там. Десять лет назад, в силу разных причин, может быть, немножко подробнее об этом поговорим, потому что, как справедливо отметил Андреас, я занимаюсь систематическим мониторингом насилия на почве этнической расовой и религиозной ненависти. Единственным исключением являются ромы, которые, опять-таки, в этом году на волне ультраправого насилия стали такой удобной жертвой акции насилия, по отношению к которым дают ультраправым определенную поддержку со стороны значительной части общества, делают их медийными, узнаваемыми. И это была такая волна нападений весной в начале лета, пока не произошло убийство, чем, в общем-то, все логично должно было закончиться. После чего ультраправые немножко снизили активность на этом направлении. Это вот та реальность, в которой мы существуем, это одна из причин, почему тематика ультраправых вызывает некоторый такой, может быть, даже ажиотажный интерес в украинском обществе, но не единственное. Почему я говорю об ажиотажном, по самой постановке вопроса подразумевается, что это внимание неадекватное их реальному влиянию на общество. Тут есть, на самом деле, разные оценки, но, в частности, для того, чтобы понять место украинских ультраправых в целом, в политическом контексте, мы посмотрим немножко на их историю в независимой Украине и на их влияние именно как политическая сила. Украинские ультраправые с начала украинской независимости были чрезвычайно слабы с точки зрения политического влияния, и их электоральные успехи были попросту ничтожными. Мы, в общем-то, в этом политическом контексте живем, и для нас это не является чем-то странным и удивительным, но на самом деле это не тривиально. Если сравнить ситуацию в Украине с ситуацией других восточноевропейских и постсоветских, постсоциалистических стран, то мы увидим, что 90-е, и на самом деле дальше, создали очень благоприятную для правого популизма общественно-политическую среду. Слом старой экономической системы и системы социальной защиты, который маргинализовал значительную часть населения, а еще большую часть населения вызвала такое чувство растерянности, потери ориентиров, и в целом просто тяжелая социально-экономическая ситуация, которая в некоторых странах длилась короткий промежуток времени, в некоторых странах затянулась, но это тот социально-экономический контекст, который всегда создает очень благоприятную почву для правого популизма. Правый популизм очень любит апеллировать к идее коррумпированных, возможно, иноэтничных, то есть чужеродных национальным интересам элит, и противопоставляет их всему народу, всей нации, у которой есть какие-то свои интересы, и именно они, националисты, лучше всего эти интересы понимают и искренне всего отстаивают. Вот этот социально-экономический контекст общества в состоянии перехода, nations in transit, это контекст, который благоприятен ультроправам. Кроме того, слом привычной системы коллективной самоидентичности, особенно тяжелой в постсоветских странах, появление самих национальных государств, которые начинают искать себя, понимать и осмыслять свое прошлое, создавать на его основе какие-то механизмы солидарности и коллективной идентичности, построенные уже на другой модели, на национальной модели, что новое по сравнению с той коммунистической моделью коллективной самоидентификации, которая существовала для этого, это тоже сам по себе очень благоприятный такой, что ли, культурно-политический контекст для того, чтобы ультроправые продвигали свою адженду, то есть свое более радикальное, эксклюзивное такое, скорее всего, этническое, этнокультурное, иногда этно-генетическое понимание нации, в программе всеукраинского объединения свободы говорится о том, что нация – это кровно-духовная общность. Вот этот контекст формирования новой национальной идентичности – это контекст благоприятный для ультроправых. И на самом деле в восточноевропейских странах, в постсоветских странах, практически во всех, за некоторыми редкими исключениями, типа Беларуси, в которой вообще вся независимая политическая жизнь закончилась в середине 90-х, практически везде ультроправые имели, в общем-то, достаточно внушительные электоральные успехи. Партии аналогичные свободе в Польше, в Венгрии, в Румынии, в Словакии, в России, конечно, Лига польских семей, Великая Румыния, в Венгрии и Йобик до этого была другая партия, скрещенных стрел. Но такие партии с подобной повесткой дня и с подобным градусом правого радикализма в лучшие свои годы имели 20% голосов избирателей, или даже больше, кое-где входили в правительство. На этом фоне отсутствие, сколько бы то ни было, заметных успехов у украинских националистов, оно обращает на себя внимание. Это немножко нетривиальный кейс. О том, почему так происходило, есть разные попытки интерпретации. У Андреаса была статья об этом, например. У меня тоже есть какие-то свои мысли по этому поводу. Может быть, достаточно сейчас констатировать этот факт, но, может быть, скажу пару слов о том, что, на мой взгляд, просто ультраправые настолько были сосредоточены на самой идее создания украинского государства, которое там первый пункт деколога украинских националистов, добыть украинскую независимость или погибни в борьбе за нее, что когда эта независимость свалилась им на головы, причем не в результате их усилий, а в результате других политических процессов, они не очень понимали, во-первых, что с ней делать, во-вторых, как включиться в процесс вот этого национбилдинга и строительства государственных структур, и не очень понимали, какую новую, интересную, привлекательную избирателю повестку дня они могут предложить, когда их основная программная задача уже выполнена. И вот эта невызначенность, эта неопределенность и растерянность, которая была у ультраправых в 90-е и 2000-е годы, она, в частности, обеспечила им такую слабую поддержку. Социальный популизм у нас эксплуатировали более-менее все, но в 90-е успешнее всего коммунисты и социалисты. Противопоставление коррумпированных элит народным массам ультраправые не были активны на этом поле или не были успешно активны на этом поле. Ультраправых не было на самом деле ярких харизматических лидеров. пытаться вспомнить, кто в 90-е годы ассоциировался вообще с ультраправыми на политической арене. Ну, можно вспомнить Корчинского, запомнившего себя яркими текстами и более-менее умеющего выглядеть в телевизоре, но он, собственно говоря, не был лидером сколько-нибудь заметной политической силы и, в принципе, на мой взгляд, ставил перед собой другие задачи личной творческой самореализации, а не участие в конвенциональном политическом процессе. Контекст начал немножко меняться в 2000-е годы, стала формироваться другая среда, после оранжевой революции немножко изменился политический контекст, переформатировались, как-то сгруппировались ультраправые сами. Свобода в 2004 году возникла в результате ребрендинга социално-националистичной партии Украины и, изменив символику, распустив парамилитарные формирования и немножко приспособив риторику и пропаганду под потребности момента, на самом деле немножко сбавив градус радикализма, Тегнебог, ставший лидером в том же 2004 году, сумел создать более-менее электорально, ну, если не привлекательную, то, по крайней мере, вообще спроможню, на что-то способную электоральную ультраправую политическую партию. Тем не менее, ее электоральные успехи в 2000-е годы тоже были из нынешней перспективы смехотворными. На выборах 2006 года Свобода получила 0,36% голосов избирателей. В 2006 году она была не единственной ультраправой партии, там еще была и УНА, получившая еще меньше, и была такая еще украинская консервативная партия, созданная при Межрегиональной Академии управления персоналом, очень не сдержанная в своей ксенофобной, расистской, в первую очередь антисемитской риторике. Она получила вообще 0,06% голосов избирателей, за нее проголосовало меньше народа, чем студентов учатся в МАУПе. Она тоже, на самом деле, показательная. В 2007 году на досрочных выборах Свобода была единственной ультраправой партией в избирательном бюллетене. Она получила чуть больше, ну, не чуть, в два раза больше, но это все равно было 0,7%, 0,72% голосов избирателей. То есть, на самом деле, никаких успехов у них не было. В 2010 году на выборах президента Тигнебог получил чуть больше 1% голосов избирателей, там 1,3%. Можно констатировать некоторый постепенный рост, но на самом деле весь этот рост был в пределах 1%. Ну, ничтожно, опять-таки, особенно если смотреть более широко на восточноевропейский политический контекст. Происходили в ультраправой среде в 2000-е годы другие процессы, в частности формирование относительно массового молодежного такого субкультурного неонацистского движения и нацист-скинхедов, и сопряженных с ними молодежных субкультур, там, футбольных хулиганов, которые стали как бы более осознанно, что ли, ультраправыми. Среда футбольных хулиганов вообще благоприятна для вот этой ультраправой субкультурной движухи. Она как-то так структурировалась в 2000-е годы. Но понятно, что это не уровень политического представительства и не уровень политического влияния. Это создание относительно массового какого-то молодежного актива, ядра, который ультраправам потом очень пригодился на самом деле. И середина, даже вторая половина 2000-х, 2006, 2007, 2008 года были пиковыми годами по показателям российских нападений в Украине. Это волна этой моды пришла из России. Ультраправые копировали, причем сознательно копировали своих еще более активных в этом направлении российских неонацистских субкультурных собратьев. Это была эпоха широкого распространения интернета. Люди учились совершать нападения по видео, которые попадали в интернет. Они читали российские, скиновские, там, самознатовские журнальчики, фонзины, слушали российскую, скиновскую музыку, учились по пособию инструкции по уличному террору, написанную бывшим питерским милиционером Беляевым. Как бы они не декларировали иногда свою проукраинскую националистическую антироссийскую направленность, они находились под тотальным культурным и идеологическим влиянием российских собратьев. И некоторым это сейчас очень мешает, когда им напоминают их тексты десятилетней давности. Потом политический контекст в Украине изменился, начиная с 2010 года, опять-таки, по всем нам понятным причинам. Формирование Януковичем стремительное и очень жесткое, с одной стороны, очень коррумпированной и авторитарной системы, а с другой стороны, очень сильный тренд на внешнеполитическую ориентацию в сторону России, который вызвал возмущение в обществе, усиливавшееся то, какими методами это происходило, это привело не то чтобы к радикализации взглядов общества, надо сказать, что взгляды в обществе не стали более радикально-националистическими, но радикальные националисты стали более заметной политической силой, воспринимавшейся избирателями как противовес той политике, которую проводил Янукович. Их радикальность воспринималась уже немножко по-другому, она воспринималась как адекватная тем вызовам, которые ставят перед украинским обществом политика правящего режима. Первые успехи у свободы были на местных выборах в 2010 году, совсем первый был на досрочных местных выборах в 2009 в одной конкретной области, но когда они вообще заявили о себе как о партии, способной на какие-то электоральные успехи, в 2010 на местных выборах они выступили неплохо уже в большем количестве регионов и в 2012 году на парламентских выборах свобода получила больше 10% голосов избирателей в Верховную Раду, 10,44. Они сформировали фракцию, они провели еще с десяток депутатов по одномандатным округам, они стали заметной политической силой. И этот в общем-то феноменальный успех ультраправых, который на предыдущих выборах до этого получили 0,7% голосов избирателей, он как-то осмыслялся политологами, осмыслялся обществом, общество было в какой-то степени, ну какая-то часть общества была напугана таким электоральным успехом радикальных националистов, а надо сказать, что свобода тогда значительно более системна и не сдержана, чем сейчас, эксплуатировала этническую ксенофобию в своей пропаганде, и антисемитизм, и антивенгерские настроения, и антипольские, причем в очень не сдержанной манере. Несколько из избранных в Верховную Раду депутатов от свободы имели неонацистский бэкграунд, как там, Михальчишин. Было проведено специальное исследование электората свободы, социологическое, которое имело своей задачей понять мотивацию, почему избиратель внезапно поддержал тех, кого он раньше не поддерживал. И это исследование дало очень интересные результаты. На самом деле, они интуитивны людям, которые находятся внутри украинского контекста, понятны, но они получили свое подтверждение на конкретном социологическом материале. Электорат поддержал, но те, кто проголосовали за свободу, они ее поддержали не потому, что украинское общество стало более ксенофобным и более радикально националистическим, и более того, те люди, которые конкретно голосовали за свободу, они не разделяли эти ксенофобные и радикально националистические взгляды, они проголосовали за свободу, потому что видели в ней противовес режиму Януковича. Если вспомнить политический контекст 2012 года, то три прошедшие в Верховную Раду оппозиционные политические силы, это была Батьковщина, Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, в Турчинове многие избиратели не были уверены, насколько он будет способен проводить оппозиционную Януковичу линию в Турчинове. У Турчинова был имидж человека такого скользкого, умеющего договариваться, закулисного, ему не верили на самом деле просто. Кроме того, все на самом деле помнили, как та же самая Тимошенко за два года до этого пыталась сформировать партия регионов в широкую коалицию. В общем, в оппозиционность Батьковщины не все избиратели верили. Что такое был на тот момент удар партии Клычка тоже было непонятно. Это была новая политическая сила, что такое Клычко с точки зрения его политических или идейных ориентаций было сложно понять даже тем, кто его внимательно слушал. Кроме того, были довольно очевидные связи с администрацией президента, тогда возглавляемой Левочкиным, и какие-то моменты спонсирования определенных финансово-промышленных групп, которые были близки к правящему режиму, в общем, удару тоже верили не очень. Свободе при всех ее негативных сторонах, осознаваемых избирателем, верили больше именно как оппозиционной силе. Считали, что они-то точно не имеют связи с администрацией президента, они-то точно отстаивают радикально противоположные правящему режиму взгляды, и да, они радикалы, хулиганы, могут там скандалить, драться, дебоширить, но это будет адекватной силой, которая будет способна остановить радикалов, скандалистов, дебоширов и дрочунов от партии регионов в парламенте, в том числе физически. Электорат свободы был более проевропейски настроен, чем электорат удара и бытикевщины, как показали социологические исследования, что на самом деле парадоксально, потому что свобода в 2012 году декларировала евроскептицизм. Электорат свободы был более образован, чем электорат бытикевщины и удара, и в большей степени представлял жителей крупных и средних городов, чем электорат удара и бытикевщины. Это интересно, да? То есть за свободу голосовали из проевропейских чувств, несмотря на то, что свобода этих самых проевропейских интенций не демонстрировала, но она позиционировала себя как максимально радикальная оппозиция партии регионов, а партия регионов демонстрировала пророссийские ориентации. Поэтому за свободу голосовали от противного. На самом деле не надо этим обольщаться, потому что всегда, когда ультраправые демонстрировали хорошие электоральные успехи в других странах, электорат в значительной части голосовал за них в силу сиюминутной политической конъюнктуры, видя их противовесом чему-то, что воспринималось как более серьезные угрозы, совсем не обязательно из симпатии и разделяя идеологию этих групп. Это, в принципе, обычная модель успеха ультраправых. И в тех случаях, когда ультраправому получалось воспользоваться этим успехом, в общем, изначально интенции избирателя дальше уже особого влияния на ситуацию не имели. Но у свободы не очень получилось им воспользоваться, потому что на выборах сформировавшихся, ну, произошедших в 2014 году после того, как контекст изменился и вот этот фактор Януковича был убран из украинской политики, ультраправые, но не совсем вернулись в свою историческую электоральную нишу, но все-таки просели очень сильно относительно результатов 2012 года. На парламентских выборах 2014 года в избирательном бюллетене была свобода и был правый сектор, сформировавшийся на Майдане в 2014 году сначала как общественное движение и весной 2014 года на основе Украинской национальной ассамблеи зарегистрированной как партия. Ни та, ни другая партия, как вы знаете, в парламент не прошла. Совокупный их результат позволил бы пройти одной политической силе в парламент. Если чисто механически сложить их результат, то его было бы достаточно для преодоления электорального барьера. Не всегда такая механическая логика работает, потому что были люди, которые были готовы проголосовать за правый сектор, но ни за что бы не проголосовали за свободу и наоборот. Но, грубо говоря, по сравнению с 2006-2007 годом электоральная популярность ультраправых усилилась, по сравнению с 2012-м сильно просела, особенно если учитывать, что в 2014 году не голосовал Крым и не голосовала значительная часть Донецкой и Луганской области, где у националистов всегда были крайне слабые позиции, близкие к абсолютному нулю. То есть на оставшейся части подконтрольной украинскому правительству популярность ультраправых просела даже еще больше, если сравнивать с 2012-м годом, где-то в два с половиной раза, ну даже почти в три. Но после революции, с начала войны, мы все оказались в совершенно другом политическом контексте в целом, и в этом политическом контексте изменилось и место и социальные стратегии продвижения что ли ультраправых. Ну мы все это более-менее знаем и понимаем, чтобы попробовать это систематизировать и обобщить, что произошло. Если коротко, произошла общественная легитимация ультраправых в украинском политическом контексте. На Майдане первые ультраправые группировки, которые были более настроены на силовое противостояние, более агрессивны, что ли, поначалу воспринимались значительной или даже большей частью Майдана, включая даже Олега Тегневока, который как раз на Майдане проявил себя очень вяло и растерял, в частности, поэтому значительную часть поддержки, которая у него была в предыдущие два года. Ультраправые на Майдане часто воспринимались как провокаторы, как какое-то чужеродное явление, которое было туда внедрено СБУ, какими-то политехнологическими структурами для того, чтобы перевести протест из мирного в насильственное русло, и поначалу на Майдане ультраправые не воспринимались как даже органическая часть протестов. Но очень быстро протесты перестали быть мирными и отнюдь не по инициативе протестующих, и в этом новом изменившемся контексте изменилось и положение тех, кто с самого начала настаивал на необходимости агрессивной самообороны, скажем так. И ультраправые оказались лучше всего готовы к этой новой ситуации в силу своего предыдущего бэкграунда, в силу того, что ультраправые годами тренировались в лагерях, готовились, в силу того, что это была среда, которая была в принципе привычна к насилию в значительной степени это были футбольные хулиганы, они оказались непропорционально заметны на Майдане в моменты силового противостояния, и они оказались лучше всего готовы к началу так называемой русской весны, к началу гибридной агрессии, потому что они были единственные, кто с самого начала были психологически и физически готовы к силовому противостоянию на улицах Харькова и других городов Одессы, да и Киева в общем тоже. Всего этого ультраправые они как бы немножко выдвинулись на первый план, они стали более заметны, они стали более медийны, и они стали по-другому восприниматься, они стали восприниматься как символический защитник сначала мирных протестующих на Майдане, потом украинских интересов в первую очередь на востоке страны, и они даже стали приобретать какой-то героический орел, который усилился с началом российской агрессии. А ультраправые, ну, роли ультраправых на Майдане и их влияние на ход событий существуют разные оценки, я не склонен считать это влияние критическим, но есть более-менее аргументированные позиции, которые полагают, что ультраправые очень сильно повлияли вообще на ход событий в ходе революции достоинства. с началом российской агрессии ультраправые очень сильно, очень успешно смогли создать образ того, что это именно они были первыми, кто остановил российскую агрессию. На мой взгляд, на самом деле, вообще роль добровольческого движения с точки зрения чисто военной сильно преувеличена в украинском массовом сознании, а роль националистов в добровольческом движении тоже сильно преувеличена. Но с медийной точки зрения у ультраправых получилось создать очень удачный образ всего разных причин, которые тоже можно анализировать, но на самом деле сейчас достаточно просто констатации. Ультраправые смогли очень успешно создать образ самых последовательных, самых искренних, самых таких склонных к самопожертвованию защитников украинской независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, и они стали по-другому восприниматься обществом. Они перестали быть агрессивными, асоциальными маргиналами, которые бегают по улицам и кого-то бьют. Они стали защитниками Украины, настоящими патриотами, они стали по-другому выглядеть. Как мы видим на результатах выборов 2014 года или по социологическим опросам электоральных предпочтений сегодня, это социальная легитимация не привела к усилению электоральной поддержки. Общество в принципе, ну так я немножко обобщаю, но в принципе позитивно относится ко всем этим правым секторам Белецкому конкретно и так далее, потому что они защитники Украины, но не готовы за них голосовать как за политические проекты. Это тоже по-своему интересно, и тут можно оценивая их влияние в обществе смотреть или на ту или на другую половину полупустого полуполного стакана. Но опять-таки пока ограничимся этой констатацией. Насколько роль ультраправла в отражении российской агрессии была действительно значительна? Ну я сказал, что на мой взгляд с точки зрения реального вклада в пропорции в соотношениях с вооруженными силами Украины и с другими добровольческими подразделениями роль ультраправых не была значительной, но тот фактор, что они были действительно первыми, кто начал давать силовой отпор пророссийски настроенным иридентистам, это, в общем-то, факт. Первые погибшие со стороны так называемых сепаратистов были в марте в Харькове, это было уже после того, как были погибшие украинские протестующие в Донецке, официально один, реально три, но все-таки первые погибшие с пророссийской стороны погибли в столкновении с группой Андрея Белецкого, которая на тот момент перестала быть движением патриота Украины, как она называлась раньше, на тот момент позиционировала себя как правый сектор Восток, столкновение с применением огнестрельного оружия, и это был, в общем-то, первый такой значительный силовой отпор пророссийским боевикам в этой уличной войне. Первый настоящий бой с началом антитеррористической операции был попыткой штурма группы Яроша блокпоста под Славянском перед Пасхой 20 апреля 2014 года, все мы тогда запомнили и все посмеялись над визиткой Яроша, но вот визитка Яроша на самом деле действительно была. Был первый бой, были первые погибшие, это была первая наступательная операция АТО, и ее предприняли ультраправы. Взятие Мариуполя Азовом было специфической акцией, но в любом случае она была успешной, и это был самый крупный город вообще в регионе после Донецка и Луганска, второй город в Донецкой области, это был действительно значительный успех. Добровольческий украинский корпус правого сектора был первой военной силой, который прорвался в окруженный Донецкий аэропорт. Добровольцы действительно действовали быстрее, без всех сложных согласований часто со штабом антитеррористической операции, поэтому они запоминались, как те, кто продвигаются вперед, те, кто освобождают, они в общем, сформировали определенный образ ультраправа. Почему у ультраправых не получилось конвертировать вот эту социальную легитимацию в общественную поддержку? Это интересный вопрос, который заслуживает отдельного внимания, но можно пока констатировать, что не получилось. Каково нынешнее положение ультраправых с точки зрения их политического влияния и политических перспектив? Здесь надо определить, о каком множестве мы сейчас говорим, кто такие ультраправы в Украине сейчас. Три политические партии, которые в первую очередь ассоциируются с ультраправами, то, что я назвал, это правый сектор, свобода и национальный корпус. Свобода по-прежнему доминирует на ультраправой части политического спектра. Она уже не монопольно присутствует там как 5-6 лет назад, но она по-прежнему доминирует. Это хорошо видно и по социологическим опросам, и национальный корпус и правый сектор теряются в социологической погрешности 0,3 до половины процента опрошенных готовы за него голосовать. Свобода имеет 3-4-5 процентов поддержки согласно опросам, то есть балансирует на грани преодоления электорального барьера. На самом деле практика, и не только украинская показывает, что за ультраправых часто голосуют больше, чем говорят в социологических опросах. Опять-таки есть разные интерпретации, то ли люди понимают, что немножко стыдно за них голосовать и не любят в этом признаваться публично, то ли это та партия, те группы партий, за которые люди могут проголосовать спонтанно, приняв решение на избирательном участке, но в принципе свобода при удачном проведении кампании имеет шансы оказаться в Верховной Раде. Правый сектор, который был достаточно успешным политическим проектом в 2014 году, за последние четыре года свою популярность изрядно подрастерял. Это произошло в силу ряда причин. Слабость правого сектора была заложена в общем-то особенностями его создания, он возник ситуативно как такая зонтичная структура для ряда существовавших ранее группировок, его ядро составил трезуб, возглавляемый Дмитрием Ярышем, ставшим первым лидером правого сектора. На самом деле я полагаю, что если сейчас спросить среднестатистического украинского избирателя, он по-прежнему скажет, что правый сектор возглавляет Дмитрий Ярыш и вряд ли кто-нибудь даже следящий за политическими событиями в новостях украинских избирателей будет в состоянии назвать фамилию нынешнего лидера правого сектора, что тоже показательно. Дмитрий Ярыш был достаточно удачным лидером правого сектора на первых порах, но правый сектор оказался сборищем слишком разнородных группировок и его такой мейнстрим основных критически важных активистов был более радикален, чем сам Дмитрий Ярыш. Дмитрий Ярыш пытался создать правый сектор как такую радикально националистическую партию, свободную от ксенофобных представлений, за исключением гомофобии, но от этнической ксенофобии точно. Там были знаковые персонажи типа гражданина Израиля Березы, который выступал в качестве спикера правого сектора, были там ряд заявлений каких-то действий и по защите синагог или там вывозу еврейских семей по просьбе посольства государства Израиля из зоны боевых действий. Дмитрий Ярыш очень демонстрировал такую этническую толерантность и инклюзивное понимание украинской нации. Он в общем-то воспринимался как попытка создать украинскую такую национал-консервативную партию, которая бы не была этноцентрической и ксенофобной и у какой-то либеральной части опинионмейкеров журналистов блогеров каких-то общественных активистов это вызывало симпатию. Насколько можно понять со стороны Яроша это была сознательная попытка потому что когда журналистка корреспондента спросила его а вы можете в одной фразе охарактеризовать в чем отличие правого сектора от свободы Ярош ответил правый сектор это свобода без Ирины Фарион Ирина Фарион это одиозная бывшая депутатка от свободы которая больше всего прославилась своими такими шовинистическими и очень не сдержанными высказываниями в том числе в очень неуместном контексте то есть правый сектор это свобода без этнической ксенофобии проблема в том что свобода без фарион будет уже не свободой но и у правого сектора не получилось быть свободой без фарион Ярош осознал что он более умеренный что ли и не соответствует своему собственному окружению и достаточно быстро ушел из правого сектора и правый сектор обратно вошел в свою естественную радикальную нишу воспринимает существующую власть в Украине как режим внутренней оккупации также они называли и режим Януковича и у правого сектора опять полезла ксенофобная и антисемитская и антиромская и не только анти-ЛГБТ повестка дня они скатились в такую маргинальную нишу но наверное все-таки в большей степени не это обеспечило падение их популярности и даже узнаваемости их лидеров а в целом неудачное политическое позиционирование правый сектор дискредитировал себя рядом скандалов с применением насилия и стрельбой в Закарпатье и в ряде других мест кроме того правый сектор в целом ярох персонально сосредоточились не на политической деятельности а на участии в вооруженной войне с российскими агрессорами и в общем-то пропагандой и строительством политических структур особо не занимались сегодня правый сектор это самый слабый партнер если говорить об этих трех основных националистических организациях национальный корпус самая молодая партия если вот говорить конкретно об этой партии как она была создана но она была создана конечно на основе каких-то групп и движений которые Белецкий возглавляет больше 10 лет сначала это был Харьковский Патриот Украины который я упоминал потом было несколько промежуточных стадий в 2014-2016 годах там создавали гражданский корпус Азов Белецкий очень успешно провел ребрендинг своей политической силы использовав по максимуму вот этот медийный и пропагандистский потенциал который ему дал Азов и вся медийная ситуация вокруг него и в первую очередь партия Национальный корпус она ассоциируется вот с Азовом с добровольческим движением а не с политическим прошлом Белецкого Белецкий при этом провел тоже некоторый такой мейкап своей идеологии и общего стиля убрал неонацистскую символику из официальной символики партии ставший депутатом перестал выступать с такими откровенно расистскими антисемитскими и вообще неонацистскими заявлениями и речами с которыми он выступал 10 лет назад я не знаю что там у него происходит в голове и не готов говорить о том что он прошел определенную внутреннюю эволюцию я полагаю что он человек достаточно разумный и циничный и воспринимает это скорее как мимикрию чем как эволюцию но у него большие амбиции он видит себя национальным лидером и для этого он сознательно не прибегает к той риторике которая может отпугнуть широкого избирателя и широкую общественную поддержку но при этом старается и не растерять свое вот это вот критически важное ядро которое сопровождает его с самого начала его политической карьеры и получается такая немножко двусмысленная игра которая всегда сопровождает рост популярности ультрафравых у них есть что-то какие-то там идеологические моменты и пропагандистский материал для внутреннего пользования и что-то для внешней пропаганды на самом деле у свободы там в 2004 2012 годах это выглядело примерно так же но только с учетом того что у Белецкого все-таки бэкграунд порадикальней это двусмысленность и выглядит тоже немножко более ну ярко выраженной что ли эти три националистические партии учитывая негативный опыт 2014 года долгое время последние там полтора года с весны прошлого года официально заявляли о готовности идти на выборы вместе потому что даже две политические партии ультраправого направления в бюллетене множат друг друга на ноль а совокупный их потенциал дает возможность по крайней мере какую-то гипотетическую для преодоления электорального барьера весной прошлого года эти три националистические партии плюс еще несколько мелких группировок подписали общий манифест который очертил их идеологический бэкграунд и действительно в общем если считать что задача построить националистическую партию без форион окончилась неудачей с уходом Яроша из политической жизни то у этих националистических партий с точки зрения идеологии нет большой разницы у них действительно есть некоторый общий националистический минимум который они все более менее разделяют у них есть личные разногласия и симпатии антипатии у них есть длинная история взаимных объединений и расколов всегда сопровождавшиеся обидами руганью и какими-то не сдержанными заявлениями поэтому им трудно объединяться кроме того ну украинской политике вообще всем трудно объединяться а националистам и ультраправым им трудно им объединяться труднее чем остальные потому что это партии такого авторитарного лидерского типа у нас все партии лидерского типа что вообще мешает нормального паркс-кроительству но для националистов культ лидера и его раскрутка харизмы занимает вообще важное место и в общем-то один из основных вопросов который мешает ультраправым пойти вместе пойти вместе на выборы это грубо говоря кто займет первое место в избирательном списке или что является более актуальной для них задачей кто может стать единым кандидатом от ультраправых на президентских выборах вот уже совсем скоро и ультраправые не смогли справиться с этой задачей они долго говорили что да нам надо выдвинуть единого кандидата от националистических сил на выборах это покажет избирателю то что мы едины и хотя понятно что на президентских выборах можно выставлять сколько угодно кандидатов им ничего не светит там нету задачи минимум преодолеть электоральный барьер понятно что ультраправым получат они там один процент или три процента в любом случае не светит ничего но это хороший задел для парламентских выборов и очевидно что тот кто пойдет от националистов на президентские выборы тот и будет главным при формировании избирательного списка в перспективе парламентских и ультраправые не смогли справиться с этой задачей правый сектор как я сказал играл в этой в этом переговорном процессе роль младшего партнера и такого довеска в нагрузку как говорили в советское время Белецкий и Тернебог явно соревновались своими амбициями Свобода в последний момент ну они очень долго говорили что они выдвинули единого кандидата 14 октября в значимую дату для националистов которую они теряют она выскальзывает у них из рук почему как бы тоже немножко дальше скажу Свобода сделала вильнула хвостом и выдвинула типа компромиссного кандидата не своего партийного лидера Кошулинского который был вице-спикером парламента когда Свобода была парламентской фракцией и в принципе это хорошее решение если бы я был политтехнологом ультроправых я бы им предлагал выдвинуть Кошулинского но только предлагал бы им это сделать не осенью а еще год назад потому что все основные кандидаты уже давно раскручиваются и уже немножко поздно вообще выдвигать своего кандидата но окей Кошулинский это хорошая кандидатура это хороший вариант выдвигать не партийного лидера а компромиссную фигуру у Кошулинского хорошая репутация он умеет договариваться он был с технической точки зрения неплохим вице-спикером когда он вел заседание это были хорошо качественно проведенные заседания у него хорошее отношение более-менее со всеми политическими игроками у него нету публичного негатива он никогда не был замечен в ксенофобных заявлениях он умеет договариваться хороший вариант но единственное что Свобода выдвинула его в качестве единого кандидата не согласовав с другими националистами и национальный корпус сначала заявил что он очень сильно обижен и что так дела не делаются в последнее время хотя буквально в последние пару недель хотя они об этом еще официально не объявили но они явно говорят что вот именно Андрей Белецкий это вот тот лидер который делами подтвердил что он может быть и очевидно что национальный корпус Белецкого на президентские выборы выдвинет это довольно логично с точки зрения той кампании которую Белецкий проводит последний год явно раскручивая там именно себя персонально а не только свою политическую силу два кандидата оба малоизвестные оба выдвинувшиеся очень поздно на президентские выборы для националистов будут означать очень плохой для них результат на президентских выборах насколько это можно судить что касается парламентских выборов то очевидно что такой ход подготовки к президентским скорее всего означает что и к парламентским они не смогут договориться о едином избирательном списке что уже автоматически делают их заранее лузерами избирательной кампании там есть еще сложная система отношений между другими группировками которые они пытались привлечь есть амбиции лидеров всяких мелких групп типа АУН УНА которая продолжает восстановила свою официальную регистрацию как политическая партия после того как она утратила ее создавший правый сектор есть формально не политические партии но претендующие на участие в этом объединенном проекте националистов группировки типа С-14 которые тоже претендуют на одно-два места в проходной части избирательного списка там были всякие подковерные интриги национальный корпус очень хотел привлечь в это объединение Яроша для того чтобы уравновесить то что правый сектор поддерживал в этом объединении свободу ну как бы всякие совсем такие закулисные интриги которые на самом деле показывают что ход переговоров идет очень идет очень плохо и ну в общем вряд ли национальные радикалы будут в состоянии выдвинуть свой единый избирательный список на выборах и вряд ли они будут в состоянии пройти преодолеть электоральный барьер и сформировать фракцию в том случае если у них все-таки получится сформировать единый избирательный список они имеют некоторый шанс преодолеть электоральный барьер но мы слишком сосредоточились на вопросе политических процессов легитимного характера и выборов это не то что вообще в первую очередь с ультраправлами ассоциируется и на самом деле если смотреть вот чисто на их статистику популярности то можно сказать что они безнадежные маргиналы и вообще как бы что им уделять столько внимания они никакой поддержкой в обществе не пользуются и сколько-нибудь значительной силы собой не представляют и на общественную повестку дня не влияют но на этом фоне электоральной непривлекательности ультраправлами в первую очередь в общественно-политическом контексте ассоциируются не с успехами на выборах и не с их деятельностью как народных депутатов ни Ярыш ни Белецкий на заседание Верховную Раду практически никогда не ходят а с уличной активностью и зачастую противоправной уличной активностью на самом деле не только противоправной вообще на улицах ультраправлые заметны гораздо больше чем они заметны в политическом процессе в целом какой характер носит эта активность но вот сначала то что так как бы лобово бросается в глаза и то о чем я немножко сказал ультраправые особенно в последний год наращивают количество насильственных действий и таким образом на самом деле ну значительно влияют на общественный климат а если говорить об ультраправых терминах угрозы для украинской демократии то угроза с их стороны заключается не в том что они могут прийти к власти или там в значительной степени влиять на ход политических процессов добившись существенного представительства допустим в парламенте их угроза заключается в том что они де-факто подвергают сомнению свободу собраний свободу слова де-факто влияют на общественную повестку дня потому что задумываясь о какой-нибудь публичной правозащитной или какой-то другой акции сейчас приходится задумываться в том числе о проблемах безопасности и о том чтобы эту акцию вообще провести контекст этих нападений и срывов мероприятий он таков что ультраправые делают ну срывают мероприятия нападают практически беспрепятственно и практически всегда безнаказанно полиция в лучшем случае может купировать непосредственно применение насилия но как правило это тоже приводит к тому что мероприятие не состоялось или же сама полиция велит его свернуть закрыть участникам разойтись потому что не в состоянии обеспечить безопасность либо полиция вообще даже не вмешивается когда насилие применяется и практически никогда никто за это насилие не был наказан это конечно значительная проблема и здесь возникают претензии правоохранительным органам и к позиции власти в целом здесь возникают обвинения к власти в том что она покровительствует национал-радикалам как-то там им способствует возможно симпатизирует как-то покрывает я с этим соглашусь только отчасти потому что для понимания того насколько это особенная ситуация именно с ультраправым насилием надо понимать контекст шире и общий контекст у нас таков что даже начать не с реакции государства вообще ну насилия в обществе много его количество резко возросло с началом войны что естественно это и тяжело причем я скорее говорю об чисто криминальной стороне дела криминальная статистика сейчас значительно хуже чем она была пять лет назад количество применения насилия там при грабежах или при каких-то конфликтах при которых ранее насилие скорее не применялось сейчас катастрофическое это понятно потому что общество травмировано общество ну начиная от того что есть десятки тысяч человек которые находятся в посттравматической ситуации в собственном смысле этого слова в значительной степени там с опытом применения насилия будучи ветеранами и заканчивая тем что все общество травмировано если не собственным личным опытом хотя есть сотни тысяч или даже миллионы людей которые травмированы личным опытом но хотя бы новостями в телевизоре и вообще в принципе в обществе насилия катастрофически много и с учетом плохой социально-экономической ситуации которая вообще способствует разгулу криминалитета скажем так это все приобретает очень заметный и влияющий в целом на общественное развитие характер государственные органы в целом слабы и неэффективны и на самом деле когда мы говорим о том числе правоохранительные когда мы говорим о том что ни один из резонансных случаев ультраправого насилия не был наказан но на самом деле надо понимать что мы живем в контексте в котором практически никто не был наказан за убийство в центре Киева в феврале 2014 года и ни одно крупное заказное преступление не было раскрыто вне зависимости от того по каким мотивам и кто его совершал по улицам ходят не только предполагаемые убийцы Олеси Бузины из него нацистской группировки но и предполагаемые убийцы Шеремета и кого угодно еще то есть у нас в целом государство крайне неэффективно это конечно плохая новость не знаю насколько хорошей новостью прозвучит на этом фоне то что я не вижу особой пристрастности именно к ультраправы но безусловно государство могло бы сделать гораздо больше для по крайней мере политической оценки ультраправого насилия и на самом деле от лидеров государства от представителей и руководства правоохранительных органов международные институции ждут хотя бы четких заявлений о том что такое насилие осуждается недопустимо и так далее но какие-то заявления они делают но на самом деле насколько я понимаю это мое предположение это никогда не звучало артикулировано я не думаю что это как-то так было отрефлексировано самими политическими элитами но политические элиты не хотят инициировать еще одну линию противостояния в обществе начав давление на национал-радикалов которые в значительной части общества воспринимаются как настоящие патриоты и защитники государства с учетом популярности действующей власти в предвыборный год инициировать еще одну конфликтную линию в общественно-политическом контексте было бы просто глупо почти самоубийственно в ситуации когда 1-2% могут быть решающими там для выхода во второй тур и для в принципе результатов президентских выборов в этом контексте начинать противодействие какое-то системное ультраправым даже если они представляют собой достаточно очевидную угрозу для демократического характера и развития украинского общества не очень рационально цинично говоря в глазах значительной части общества и так есть такая бинарная оппозиция вот там начиная с 14-го года и фронта вот есть настоящие патриоты волонтеры добровольцы националисты которые освобождали и были готовы освободить всю Донецкую и Луганскую область а есть предатели в штабе коррумпированные чиновники которые там бросали добровольцев в самоубийственные котлы сознательно потому что добровольцы представляют для них угрозу которые сейчас наиболее активную часть добровольцев там прессуют и репрессируют по каким-то сфабрикованным делам и в этом контексте начинать еще и кампанию против националистов ну как бы такую сознательную и системную на подавление их противоправной активности было бы в этом контексте сформировать образ власти как антинациональной ну это то что делал Янукович хотя и Белецкий и куча других национал-радикалов при Януковиче сидели в общем-то не по политическим мотивам по обвинениям или по подозрению в насильственных преступлениях Белецкий сидел за участие в том что было квалифицировано как покушение на убийство в силу ну там в ходе в общем-то ссоры и драки но они остались в памяти как политрепрессированные как политзаключенные и для власти сейчас начинать некоторое давление в том числе по чисто криминальным вопросам против национал-радикалов будет возвращаться в парадигму Януковича с точки зрения восприятия власти это очень нехорошо тем более что действующий президент выбрал другую стратегию если смотреть по тому как развивается его электоральная кампания он решил поиграть на именно националистическом патриотическом поле опять-таки на мой взгляд с циничной точки зрения очень разумное решение при незначительной поддержке вот сознательной поддержке электоральной самого лично Петра Порошенко у него есть несколько как бы прилегающих к нему электоральных полей на которых можно было бы повоевать за дополнительную поддержку но будучи властью проводящей зачастую непопулярные меры в ситуации социально-экономического кризиса пытаться в популизме превзойти профессиональных популистов ну вряд ли получится а будучи верховным главнокомандующим пытаться перепатриотить патриотов может получиться немножко более успешно и я думаю что именно этим объясняется та электоральная стратегия которая была выбрана администрации президента и ну это может быть успешной электоральной стратегией по крайней мере там пару дополнительных процентов можно этим получить и это будут пара процентов которые будут откушены от гипотетических гипотетического объединения националистов на следующих выборах что ухудшают их электоральные перспективы но это опять-таки не тот контекст в котором можно вести решительную борьбу именно с националистами даже за их противоправные действия да сейчас давайте еще одну вещь договорю вот в контексте насилия, чтобы с этим закончить на самом деле про церквей не очень много есть что сказать, потому что ультраправых нету системного взаимодействия с церковью это не ситуация стран типа Польши или Грузии или отчасти Румынии, где ультраправые имеют четкие хорошо налаженные связи с церковью но вот чтобы закончить с насилием, еще одна важная вещь зачастую ультраправые вот именно в силу того, что у них есть парамилитарные формирования у них есть какой-то мотивированный и подготовленный актив выполняют функцию силовой составляющей в чисто коммерческих разборках в том, что мы называем рейдерством то есть силовом переделии контроля за какими-то привлекательными коммерческими активами часто это строительные площадки, но это в общем-то может быть что угодно сельскохозяйственные земли, элеваторы, бензоколонки у нас коммерческое рейдерство опять-таки сейчас в Украине приобрело такие масштабы, таких не имело никогда ну может быть в 2010 году после прихода Януковича масштабы рейдерства были такими же но тогда инструментами выступали правоохранительные органы а сейчас произошла такая диверсификация что ли центров силы государство утратило монополию на применение насилия в обществе и это конечно большая проблема и государства и дальнейшего развития Украины ультраправые являются частью вот этой делегитимации государства как единственного монополиста на применение силы в общественных процессах но они являются не единственным игроком и даже не самым влиятельным игроком на этом поле насилие со стороны государства со времен Януковича воспринимается в глазах общества не всегда как оправданное и легитимное и доверие к правоохранительным органам несмотря на некоторую волну энтузиазма с реформой национальной полиции в 2014-2015 году сейчас опять катастрофически низкое и оправданное низкое если смотреть по статистике насилия и пыток в отделениях полиции и так далее и в этом контексте диверсификация центров силы и создание таких групп силовой поддержки чисто на коммерческом рынке оно приобрело масштабный характер это могут быть чисто бандитские группы которые перестали быть группами профессиональных спортсменов тетушок образца 2013-2014 года а стали в значительной степени ветеранскими структурами то есть это и другой уровень и готовности к насилию и другой уровень в том числе вооружение которое применяется в подобных разборках у нас еще существует такая странная институция как муниципальные полиции такие силовые органы которые создаются органами местного самоуправления не в структуре МВД и в ряде случаев особенно когда в местной власти представлены там местные маленькие олигархи князьки такие представители финансово-промышленного группировок эти муниципальные полиции это тоже выполняют функцию таких частных армий и кое-котрые и ну грубо говоря занимаются рэкетом предоставляют охрану создают проблему участвуют в этом силовом переделе это в Одессе приобрело массовый характер в Харькове то есть в принципе есть большая системная проблема вот этого диверсификации насилия и создания вот этих альтернативных государству структур которые применяют насилие в том числе для защиты коммерческих интересов ультраправые на этом поле тоже присутствуют они там тоже зарабатывают каких-то денег или какой-то популярности если речь идет о борьбе с стройками что имеет и некоторую общественную составляющую ультраправые не являются самыми активными, заметными и эффективными игроками на этом поле но вот этот вот в целом контекст который помогает лучше понять ультраправое насилие в обществе то есть плохая новость она в том, что насилие не только ультраправое и ультраправое насилие оно в этом контексте в какой-то степени естественно а хорошая новость в том, что не только ультраправые у нас применяют насилие они не единственные такие, кто бросает вызов государству ну а серьезный вызов государству как мы видели на примерах начиная от Саши Белого и заканчивая лесником Олегом Мушчилем разведчиком из правого сектора который захотел начать свою собственную национальную революцию закончившуюся очень быстро стурмом спецназом СБУ его квартиры и его смертью какой-то силовой вызов государству в терминах государственного переворота ультраправое бросить не в состоянии вот тот контекст ультраправого насилия к вопросу о церквях ну коротко у ультраправых нету системных и институциональных связей с церковью они бы хотели, чтобы она была и они в ней заинтересованы больше, чем церковь они очень любят проводить какие-нибудь встречи с филаретом или с представителями греко-католической церкви на региональном уровне на западе эти встречи для церковных иерархов не значат скорее ничего для националистов они значат некоторую общественную легитимацию и националисты в ней нуждаются, а не церковь, которая имеет лучшие позиции а исторически украинский национализм на самом деле в противоположность тому, как это показывала советская пропаганда и как это отчасти вошло в историческое сознание, в том числе украинское это смешно, но украинское массовое сознание зачастую смотрит на украинский национализм в той парадигме, которую сформировала советская пропаганда просто иногда меняя знаки плюсы на знаки минусы, потому что вся эта парадигма была не соответствующей историческим реалиям. В советской парадигме униатская греко-католическая церковь и украинский радикальный национализм были примерно одним и тем же, или очень тесно связанными союзниками на самом деле исторически АУН была конкурентом в греко-католической церкови за создание модель идентичности и конкурентом осознанным и диколог украинских националистов была осознанная альтернатива десяти заповедям и меч на эмблеме АУН, как бы меч-трезуб, был осознанной альтернативой кресту, которую предлагала церковь, и в принципе отношения украинских националистов и церкви исторически не складывались. Сегодня на уровне небольших населенных пунктов, ну или там, может быть, облсоветов, которые в целом находятся под влиянием такой консервативно-охранительной и отчасти религиозной ментальности такая смычка происходит, но эта смычка ситуативная, она может быть более сильная в том, что касается объединения для противостояния какой-то угрозе там в лице страшного гендера, идеологию которого нам навязывает Евросоюз или чего-нибудь такое, но это не означает сильной политической поддержки и не означает какого-то ресурса, который бы националисты реально получали от церкви. Это вот, это если обобщить. Как вы думаете, вот смотрите, в Германии, да, есть это надеточное культурное движение, во Франции, там, движение ЛП, ну даже в той же Польше, в принципе, тоже есть такие правые радикалы, которые вот больше завязаны на Россию и скорее всего, ну, как бы, сто процентов доказательства и в том числе, да, финансируются, в том числе из России, какие-то их акции. У нас есть несколько, да, таких вот показателей, как, например, голосование в Верховной Раде, когда там беда, листы и гранаты, опять-таки представители свободы, в частности, Левченко, либо бросание гранаты в Верховной Раде именно во время голосования за те законы, которые необходимы для обороны страны. Возможно ли такое, и в принципе, есть много таких вот странных совпадений, когда националисты выполняют вот такой вот, как раз, ну, говоря якобы о защите национальных интересов, они подвигают России специально или не специально. Возможно ли такое, что они на самом деле имеют связи и просто выполняют какие-то заказы. Ну, насчет европейских ультраправых, я просто хочу на правах рекламы сказать, что есть хорошая книжка, которая специально посвящена связям европейских ультраправых с режимом Путина, написанная Антоном Шаховцовым по-английски, но готовится ее перевод, и я вас просто к ней обращаю, и Антона довольно много статей по этому поводу, то есть эта тема достаточно хорошо изучена. Пророссийская ориентация европейских ультраправых очень сильно мешает украинским ультраправым, потому что они не могут встроиться в этот ультраправый интернационал и как-то легитимировать себя на международной арене какими бы то ни было международными связями, потому что им очень сложно находить европейских партнеров, именно из-за того, что они пророссийские. Иногда они находят европейских партнеров, которые так или иначе были замечены в пророссийской позиции, это очень плохо играет в информационном пространстве, в общем, им в этом смысле сложно. Относительно того, могут ли украинские ультраправые быть связаны с Кремлем, сознательно-несознательно играть на Кремль, но тут такое дело. Я предпочитаю все-таки оперировать достоверными, доказанными фактами, а не предположениями. Достоверно у нас даже финансирование свободы Януковичем во время его президентства все-таки стопроцентно не доказано. Можно говорить о том, что свободу поддерживали медийно однозначно, и я могу это утверждать не только по анализу приглашений на эфиры еще до того, как свобода стала парламентской партией в 2011-2012 годах, но и которые были целиком зависимы и контролируемы от администрации президента, но и по инсайдерской информации об информационных кампаниях 2013 года из администрации президента, то есть информационно свободу поддерживали, стопроцентно говорить о том, что ее поддерживали финансово, мы не можем, но да, можно в целом говорить о том, что во времена Януковича администрация президента свободу поддерживала. Ультраправые сегодня, нету, сколько бы то ни было достоверной информации о том, что они получают поддержку из России. И это было бы странно для них получать поддержку из России, если бы я был вменяемым ультраправым лидером, то даже если бы мне такую поддержку предложили, я бы от нее отказался, потому что негативного эффекта, если это станет известно, а станет известно непременно, будет значительно больше, чем гипотетическая выгода от получения ресурсов. То, что эта среда очень благоприятна для инфильтрации ее агентами и для вербовки, это тоже однозначно. И есть масса случаев, когда, ну хорошо, не масса, но некоторое количество случаев, когда какие-то ультраправые, замеченные в экстремистской деятельности, пресекавшиеся правоохранительными органами, согласно информации этих самых правоохранительных органов, работали на Кремль, были завербованы, ну и упоминавшийся лесник Олег Мушчили из правого сектора и целый ряд других персонажей, типа Краснова из тогда еще цивильного корпуса АЗОВ, обвинялись в том, что они готовили теракты или там совершали теракты по заказу Москвы и финансировались. Со стороны ультраправых, на самом деле, достаточно интересно, нет однозначного осуждения таких действий, ну есть некоторая внешняя линия обороны, которая заключается в том, что, ну это все фальсификация дел и это все ложь и клевета, мы же самые настоящие патриоты и боремся против России, как нас можно в таком обвинять? А есть более глубокая такая, более что ли искренняя позиция, которая заключается в том, что даже люди, работавшие, например, с тем же лесником и знавшие его, не могут однозначно сказать, был ли он искренним революционером, амбициозным, сумасшедшим или российским агентом, потому что в любом случае его действия были бы примерно одинаковыми. И даже если он получал поддержку и деньги из Москвы, он это использовал для того, чтобы как-то расширить свои ресурсы и что-то быть в состоянии сделать, и неважно, откуда эти деньги, хоть от черта, как бы если они идут на национальную революцию, то окей, какая разница, что при этом Москва имела в виду. Вот да, вот такую позицию я цитирую примерно дословно Белозерскую, которая с лесником довольно тесно работала какое-то время. Объективно, конечно же, действия ультраправых выгодны Кремлю. И Кремль был бы заинтересован в том, чтобы они действовали более активно и более разрушительно для украинского общества. Потому что это дестабилизация ситуации в Украине, потому что это делегитимация украинских органов государственной власти и ослабление государственных органов, что важно для Москвы. В том числе за счет вот этой диверсификации и отъятия у государства монополии на насилие, безусловно, это выгодно Москве. Это выгодно Москве и для информационной кампании представить Украину как страну хаоса, где господствует ультраправое насилие на улицах. Это выгодно Москве объективно, потому что это объективно ослабляет органы государственной власти. Ну а в случае политического успеха ультраправых, на что Москва, я полагаю, молится, ультраправые были бы... Но они себя позиционируют как силу, которая намерена разорвать минские соглашения, интенсифицировать боевые действия на фронте, потому что надо освобождать нашу территорию. Это, безусловно, то, что выгодно Москве в первую очередь, то, чего бы она очень хотела. И поэтому Москва, конечно, заинтересована в поддержке ультраправых. Но я не думаю, что она имеет на них прямое влияние, я не думаю, что она имеет на них прямые выходы и напрямую их поддерживает, в том числе финансово. Хотя нельзя исключать, что такие попытки делаются или будут делаться. Просто объективно надо сказать, что действия ультраправых, они, безусловно, очень выгодны России. Спасибо вам большое. Очень конструктивная лекция. Хотелось бы еще спросить у вас про средний социальный портрет сегодняшних акторов, которые пополняют ультраправы как в Украине, так и в России. Разные ли это сейчас портреты и были ли какие-то радикальные изменения после 2014 года, которые не очевидны. То есть, например, акторы, которые начинают на этом поле действовать, не имеют тот социальный программ, который мы привыкли считать в поле абсолютно понятных причин. Я на самом деле сейчас не возьмусь говорить про Россию, потому что... Ну, потому что надо будет еще очень много говорить о контексте, и я сейчас уже не очень пристально слежу за ультраправлой страной в России. Если говорить про Украину, то тут происходят на самом деле очень интересные вещи. Есть такой классический образ ультраправого, который был, если смотреть по ситуации, до 2014 года. Это были три таких основных типа, если говорить не об электоральной поддержке, а об активистах. Это были, во-первых, воспитанные в украинской националистической культуре, в западных регионах, люди в силу своей семейной истории, в силу того, что это носится в воздухе. И они это на самом деле не воспринимают как какой-то радикализм. И многие персонажи в «Свободе», и тот же Ярош, хотя он сам из Днепропетровской области, но он тоже вырос в этой структуре с подросткового возраста. Они не воспринимают себя как радикалов. Они националисты, и они радикальны в том, что касается защиты украинского государства. Но, опять-таки, как показала история, к неудовольству всех остальных, они оказались правы, потому что они изначально готовились к самому худшему сценарию и говорили, что с Россией будет война, когда над ними все смеялись, а правы оказались именно они. И это более-менее устойчивое ядро, для которых это является естественным продолжением либо реальной традиции, либо символического приобщения к этой традиции, как в случае с персональной Ярошем. Вторая часть активистов – это люди, пришедшие из молодежной неонацистской субкультуры. Это была такая массовая волна прихода в националистические партии, в том числе обеспечивавшая некоторую уличную поддержку и той же свободе в середине 2000-х годов. Это был период резкого роста ультраправых субкультур в Украине. И это молодые люди с более радикальными взглядами. Некоторый плюс в этом – то, что радикальные взгляды у них были в подростковом возрасте, и у многих из них с некоторым взрослением и радикализмом немножко поубавилось. Но, тем не менее, какие-то насильственные стереотипы поведения, если эти люди пришли из сообщества футбольных хулиганов, допустим, они все равно остаются. И сейчас люди, которые пришли подростками тогда, сейчас это люди, которым уже под 30, они, в общем, составляют такое среднее звено, например, в национальном корпусе и в каких-то более молодых националистических структурах. А третий тип – это в группировках типа С-14, Карпатской С-14, в группировках с субкультурными корнями, как, собственно говоря, и Патриот Украины. А третий тип – это тип таких общих, ну, немножко эксцентричных авантюристов. Это вот тот тип, который очень активно привлекал луна-унсов в 90-е годы, это тот тип, который вербовал актив в братство, например, или подобные структуры в 2000-е годы, и это тот тип, который очень… ну, которым, в общем-то, использовать свои навыки, там, если это бывшие военные, очень часто, или не обязательно там, просто во многих спортивных субкультурах они были такими питательной средой для формирования националистических групп, особенно в том, что касается всяких боевых искусств. Вот это были люди, которым просто нужно было какое-то идеологическое основание для того, чтобы практиковать насилие, или там, ну, какие-то радикальные действия. Зачастую такие структуры, как братство, давали еще и подзаработать, потому что это насилие было хулиганско-политтехнологическим, и, по сути, они были, в общем-то, продавцами услуг на политтехнологическом рынке. Это была такая сомнительная с точки зрения идеологической, потому что сложно сказать, что они какой-то идеологией руководствовались, но зачастую занимавшая ключевые активистские посты в 2000-е годы среда. Это вот нынешний депутат Дмитрий Ленько, например, вот такой, который тоже когда-то из Братства, сейчас депутат от Радикальной партии. Сложно сказать, что он представляет собой в качестве идеологии. Или там Игорь Масейчук, хотя он был таким референтом социал-национальной ассамблеи в 2000-е годы, и у него там идеологический бэкграунд еще с унаунсом с 90-х годов. Что он представляет собой в идеологическом плане, на самом деле сказать сложно. Он такой популистский балабол с коммерческими коррумпированными интересами. В общем-то, вот эта вот такая немножко криминализованная среда тоже была важным источником кадров для ультраправых партийных структур в 2000-е годы. В 2014 году изменилось более-менее все. Но, во-первых, вот эти выходцы из молодежных субкультур, часто уже немножко повзрослевшие, они раньше на самом деле были не склонны все-таки в массе своей участвовать в партийных структурах. Это другой тип личности, не способный к системной какой-то пропагандистской работе. Они как-то так примыкали, они как-то так могли выйти на акцию, идеологически сочувствовали, но все-таки в партийной работе не участвовали. В 2014 году произошел призыв таких людей в правый сектор и к Белецкому. Но и в 2014 году приходить в ультраправую структуру в первую очередь означало приходить в волонтерское движение и идти на фронт. Или если не идти на фронт, то работать в инфраструктуре по обеспечению тех, кто пошел на фронт. И это был такой массовый призыв в ультраправые структуры, потому что они перестали восприниматься как ультраправые. Туда шли самые разные люди. И в добровольческий украинский корпус и в АЗОВ шли люди совершенно без националистических убеждений. Я знаю людей леворадикальных, анархистских взглядов, которые шли в эти подразделения. Я знаю людей разного этнического происхождения, которые шли в эти подразделения, потому что они казались быстрым и эффективным способом попасть на фронт. Идти в национальную гвардию это долго оформляться, долго обучаться, а на дворе май 2014 года и АЗОВ уже бегает по Мариуполю, а правый сектор уже воюет под Славянском. И ты туда идешь, и ты, грубо говоря, после двух дней, когда тебя учат обращаться с оружием, оказываешься на фронте. Для людей, для которых было важнее скорее оказаться на фронте, националистические подразделения были важным таким фактором. Кроме того, тогда туда пришло много иностранцев, потому что в волонтерских подразделениях не нужно было официально оформляться, что было невозможно для иностранцев в национальной гвардии или в вооруженных силах. И не только россияне, но и грузины, и кто угодно еще шли массово в националистические подразделения, потому что для них это была просто банальная возможность идти на фронт. Дальше происходило разное. Я делал попытку специального такого кейс-стадис, чтобы понять, происходит ли идеологическая индоктринация, например, в Азове. И в Азове она происходит. В Азове она происходит, причем так системно, институционально, последовательно. Там бойцов идеологически воспитывают. И были примеры людей, которые там очень быстро, за полгода скатывались в совершенной такой тусовочной аполитичности в случае 18-летних молодых людей до сознательного такого неонацизма вполне себе с чистого листа. В правом секторе и в других националистических формированиях такой институциональной индоктринации не происходило, но она все равно происходит естественно в силу среды. В силу того, что на уровне лозунгов, на уровне символов, на уровне шуточек и вообще как бы фронт это ситуация, которая располагает радикализм, скажем так. Люди все-таки начинают впитывать это как самую правильную и самую естественную для себя идеологию. И штука в том, что уходя с фронта, такие люди остаются в орбите притяжения националистических групп. Собственно говоря, там цивильный корпус АЗОВ, он возник на основе ветеранских структур для того, чтобы эти люди не расползались. Они на самом деле не склонны расползаться, потому что для ветерана боевых действий естественно находиться в среде ветеранов боевых действий. Им в силу того, что у нас очень плохо построено, реабилитация после фронта, точнее никак, человеку просто сложно разговаривать с людьми без такого опыта. Он находит в себе в качестве естественной социальной среды людей с таким же опытом. И всего это естественная благоприятная среда для очень самых разных злоупотреблений, скажем так. И вот эти ветеранские структуры, они становятся основой для политических структур. Правый сектор, как политическая партия, она весь более-менее состоит из ветеранов. Национальный корпус, как политическая партия и до этого цивильный корпус АЗОВ, он строился на ветеранских структурах. Дальше произошло еще одно важное изменение. Ну и чтобы подытожить, это те люди, которые с самым разным бэкграундом приходят националистов. Не все там задерживаются, но те, кто задерживаются, становятся националистами. На самом деле вот этот вот массовый приход 2014 года, он способствует немного эволюции в сторону умеренности ультраправых, потому что приходят люди без неонацистского бэкграунда. И разрастаясь, нет, сейчас буду заканчивать. Разрастаясь, ультраправые группировки становятся не столь радикальны именно за счет прихода нового актива. Но есть другая волна, и это реалия уже буквально последнего года-двух, это подростки. И если посмотреть на марш национальных дружин, на тех, кто идет в этих курточках 14 октября, например, на марше, на тех, кто нападает на какие-то акции, на 80% это будут молодые люди от 16 до 20 лет. Что это за социальная среда? Это люди, которые не успели героическим 14-15 повоевать, но которые восприняли вот этот вот героический образ именно национал-радикалов, и они в большей степени склонны к радикализму и насилию именно для того, чтобы компенсировать то, что они не успели повоевать с реальным врагом. В 14-15-16 году уровень насилия идеологически мотивированного в Украине резко снизился, уровень российских нападений, потому что те, кто совершали эти нападения ранее, взяли в руки автоматы и пошли с реальным оружием воевать с реальным врагом, им не нужно больше выдумывать священную расовую войну на улицах Харькова или Киева. А сейчас пришла следующая волна, следующая генерация людей, которые не успели повоевать с настоящим врагом, сейчас даже если им в 18-й идти воевать уже не так интересно, и что это такое? Это же не освобождение собственной территории, ты там стоишь под обстрелами, это как бы важнее наверное с внутренним врагом бороться на улицах Харькова или Киева. Вот это та следующая волна, которая является одной из причин резкого увеличения количества насильственных действий со стороны ультраправых, это та вот некоторая перспектива того резерва кадрового, который у ультраправых в настоящий момент есть, и который активно вырабатывается за счет того, что они с молодежью очень активно работают. Ну, у Украины и у украинских ультраправых их рост популярности или там рост их социальной легитимации слишком особенный собственно украинский контекст обусловленной войной. Это совсем другой контекст даже по сравнению с Европой, не говоря уже о Бразилии, которую я совсем плохо знаю, или Соединенных Штатов. То есть, да, общий всемирный контекст некоторого, ну, не скажу правого радикализма, но такого правого консерватизма наступающего он есть, и этот контекст видимо имеет тенденции быть долгосрочным трендом, точно так же, как в предыдущие десятилетия долгосрочным трендом, в общем-то, послевоенные десятилетия все, долгосрочным трендом был такой леволиберальный, что ли, крен, сейчас маятник, похоже, качнулся в обратную сторону, я не готов делать глобальные прогнозы о том, как это может развиваться, мне кажется, достаточно констатировать, что украинский контекст, он очень отдельный и особенный, я сейчас не готов воспринимать лозунги армия, язык вера у Петра Порошенко в рамках избирательной кампании, вот в этом глобальном контексте, ну, посмотрим, нам главное быть частью этого контекста, на самом деле. Я, скорее, положительно отношусь при всей своей антипатии к правому консерватизму в изображении Трампа или то, что я знаю о бразильском президенте новом, в изображении нового бразильского президента, потому что я полагаю, что правый консерватизм может обладать большей и более решительной способностью к противодействию России, что мне сейчас, как бы, кажется более важным, чем какие-то другие проблемы, по крайней мере, сходя из того места, в котором я сижу. Что касается молодежи, я не думаю, что это может серьезно повлиять на общество в целом, вот эту вербовку молодежи в националистические группы. Во-первых, практика показывает, что прохождение подростком патриотических лагерей мало влияет на дальнейшую идеологическую картину мира и на социализацию. Самые разные люди, кто только не проходил лагеря того же Трезуба в 90-е и 2000-е годы, совершенно не обязательно они после этого даже за свободу голосовали. Подростковые лагеря, в которых можно поносить камуфляж и пострелять из автомата, подросткам всегда прикольно и совершенно не обязательно влияет на их дальнейшую идеологическую модель. Незначительно количественны та молодежь, которая приходит сейчас к ультраправым. Она заметна, потому что это тысячи людей, но это не десятки тысяч людей. Я думаю, что с высоты птичьего полета на глобальные социальные процессы в Украине это вряд ли повлияет. Военное положение. Нет, на активность ультраправых военное положение влияние не окажет. Да, в спекуляциях безусловно будет использоваться, потому что сейчас, разумеется, я, честно говоря, не смотрел последние дни пропаганду национального корпуса, но уверен, что Белецкий в камуфляже проверяет обороноспособность наших рубежей под Широкина или что-нибудь такое. Конечно, это будет менее заметно на фоне президента в камуфляже, проверяющего обороноспособность нашей страны. я это воспринимаю в рамках вот этой вот стратегии избирательной президента, а не как что-то действительно серьезное и существенно влияющее на ситуацию в стране. То есть, это для того, чтобы использовать в спекуляциях, а не для того, чтобы что-то реально изменилось. Гражданское общество и международные партнеры, это то, что вообще сейчас двигают Украину в плане реформ, в плане развития и так далее. Вот это вот давление на власть с двух сторон. И власть сейчас в принципе готова поддаваться давлению со стороны гражданского общества. Власть помнит Майдан, власть в значительной степени рождена Майданом, и власть сейчас гражданскому обществу прислушивается, хотя иногда у гражданского общества есть другое мнение по этому поводу, но мне кажется, что власть сейчас гражданскому обществу прислушивается. У гражданского общества сейчас нету противодействия ультраправам в своих приоритетах. Это гражданское общество, рожденное Майданом Россия стояла с этими ультраправами плечом к плечу против Беркута и против российской агрессии. И зачастую у гражданского общества немножко замылился глаз. Оно психологически привыкло не то чтобы самоотождествляться с этими ультраправами, но не видеть в них угрозы. Вот Россия это угроза, а мы по эту сторону баррикад, мы в общем сейчас союзники. И нету такого консолидированного консенсуса со стороны гражданского общества, которое было бы целенаправленно, как-то так системно готово работать с государством и с этой угрозой ультраправых, потому что у гражданского общества другие приоритеты, оно это не осознает сейчас как значительную угрозу. Об этом проблема есть. Галецкая партия, я ее для себя открыл с год назад, немножко изучил ее пропаганды, не заметил там какого-то радикализма и воспринял как какое-то интеллектуальное баловство, которому определенная часть галецкой интеллигенции всегда была склонна. Когда-то был такой галецкий сепаратистский кружок вокруг журнала «И» и Тараса Возника, были какие-то другие круги, а я это, честно говоря, не воспринял всерьез. То, что она стала действительно претендовать на какое-то политическое участие и как-то активно пропагандировать, наверное, говорит о том, что за ней стоят какие-то деньги. И она используется с какой-то политтехнологической целью. Я не изучал вопрос пристально, я не готов сказать об этой партии подробно. Мне кажется, что она значительного шанса на успех не имеет. Мне кажется, что все-таки галецкий национализм, он все-таки носит характер общеукраинского национализма и тем более в контексте угрозы украинскому государственному суверенитету в целом. И мне кажется, что сейчас общественное противодействие любой политической активности, которая может восприниматься как сепаратистская, будет достаточно сильным для того, чтобы обречь эту партию на провал. Но в ее пропаганде, из того, что я видел, нет ничего, что бы заставляло меня ее причислить к радикалам или националистам. Ну, как-то так. Было очень интересно, хотя за этой сценой тоже слежу. И большое спасибо, Слава, за, как мне кажется, блестящее выступление. Спасибо вам.